Здравствуйте! Новости 24 на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов с последними событиями к этому часу. Коротко о главном. Цепочка продавец-покупатель замкнулась. Полицейские обнаружили целый участок с коноплёй. Подробнее о поимке наркоторговца через минуту. Штрафстоянка не для автотранспорта, а для коров. Теперь владельцы бродячего скота найдут его в посёлке Ленинкент. МФЦ принимает заявки на приобретение жилья по субсидии. Кто может получить квартиру по льготным условиям, расскажут мои коллеги. В Дагестан из Нидерландов отправили крупные партии амфетамина и экстази. Товар прислали по почте. Сотрудники дагестанской таможни пресекли попытку провоза наркотиков. Получатель намеревался сбыть товар в столице региона. Общая стоимость всей массы запрещенной посылки на чёрном рынке более 6 миллионов рублей. Также сотрудники МВД, проводя обыск по месту жительства подозреваемого, обнаружили, а затем изъяли наркотическое вещество Гашиш массой около 100 грамм. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ещё один наркоторговец также был пойман в Махачкале. Выйти на него сотрудникам МВД удалось после задержания местного жителя с 9 граммами марихуаны. Именно он сообщил о личности продавца. При обыске в доме последнего была обнаружена марихуана весом в 204 грамма. Весь товар наркоторговец изготавливал сам. На его приусаденном участке найдена рассада из 150 семян конопли, которую подозреваемый планировал посадить. Также при обыске у мужчины обнаружены боеприпасы различного калибра. На вопрос полицейских об их происхождении наркоторговец пояснил, что тайно завладел патронами у своего родственника. По признакам состава преступления в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ незаконное приобретение и хранение избит наркотиков, а в отношении второго подозреваемого ещё и по ст. 231 УК РФ незаконная культивация растений, содержащих наркотиков, и по ст. 222 УК РФ незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов. Разгул стихии в районах Дагестана. Более 600 домов в Кизлярском районе повреждены из-за непогоды. Больше всего пострадал населённый пункт Цветковка. Там повреждены крыши 500 домов, а в Новогладовке помимо жилищ повреждены фельдшерско-акушерский пункт и школа. Все пострадавшие могут обратиться в сельское поселение, в главном сельское поселение. И в правительство Республики Дагестан отправлено письмо с просьбой о необходимости выделения 1300 шиферов для социальных объектов. Работа комиссии продолжается. Сейчас спасатели работают и в Ботлихском районе. В селе Анди в результате непогоды пострадали 24 домостроения. Частично утрачено имущество граждан. В селе Гагатли также повреждены дороги и питьевой водопровод из стальных труб. По информации Дагидромедцентра, в районах республики непогода проложится. 29 и 30 июня ожидаются сильные дожди и ливни с грозами, сопровождающиеся градом и шквалистым ветром. В Махачкале сегодня открылась международная научная конференция «Османовские чтения». В её работе принял участие полномочный посол Ирана Мехди Санаи. Ректор ДГУ Муртазали Рабаданов отметил, что учёный проводит для Дагестанского вуза большую работу. По его словам, он внёс существенный вклад в работу по признанию диплома ДГУ в республике Иран. Участвовал в становлении в ДГУ персидской филологии и центра иранистики. Санаи сыграл ключевую роль в налаживании связей ДГУ с научными и культурными центрами Ирана. Решением учёного совета вуза ему присвоено звание почётного профессора ДГУ. Для меня сегодня огромная честь и удача получить звание почётного профессора ДГУ. Это событие для меня важно, так как я не являюсь карьерным дипломатом. Я научный сотрудник. Дагестанская земля имеет давнюю культурную и историческую связь с нашей страной. Надеюсь, я буду достойным представителем этого университета. В Махачкале появится штрафстоянка для коров. Для бродящих животных в посёлке Ленинкент на базе муниципального предприятия «Питомец» будет создана ферма со всеми условиями. Владельцев кочующих коров ждут санкции. Оплата отлова крупнорогатого скота, их транспортировка до мупа и содержание на передержке ляжет на плечи хозяев. На случай, если владельцы станут требовать безвозмездного возвращения животных, обеспечивать правопорядок будут работники Кировского РОД. Получить от государства первый взнос на ипотеку – это вполне реально. Дагестанские отделения МФЦ принимают заявки на приобретение жилья по субсидии. Кто может рассчитывать на материальную помощь от республики, расскажет Зумруд Гамидова. Речь идет о помощи инвалидам первой группы или семьям, в которых есть дети-инвалиды. Постановление, согласно которому из бюджета выделят 300 миллионов рублей в качестве субсидий, подписало правительство республики. Объем собственных средств заявителя должен составлять не менее 750 тысяч рублей. Данная сумма может быть внесена за счет ипотечного кредита либо из средств материнского капитала. А остальная сумма для покупки жилья компенсируется из республиканского бюджета. Самое главное, я хочу сказать, что руководство республики приняло решение о том, что нужно каким-то образом решить этот вопрос за счет тех налогов, которые удалось в этом году собрать. И 300 миллионов из них направили на улучшение жилья инвалидам первой группы и семьям, которые имеют детей-инвалидам. Те, кто стоят в очереди, они имеют возможность, независимо от того, в каком году они встали, могут обращаться, будем их сопровождать, помогать. Вахид Алахяров – инвалид первой группы. О собственном жилье мужчина мечтает уже 16 лет. Воплотить мечту в жизнь ему теперь поможет новая программа. Около 250 семей инвалидов получит возможность приобрести жилье по льготным условиям. Для оформления ипотеки необходимо собрать все документы. Подать заявление в МФЦ можно будет до 1 августа. Замрут Гамидова, Месиду Магомедова, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Покупка билетов на помощь детям. Все вырученные средства от вечера на шидов три, прошедшего буквально неделю назад, дошли до адресатов. Накануне в благотворительном фонде «Инсан» матери больных детей бабочек получили деньги, так необходимые для лечения сложного заболевания. В такое время, когда очень жарко, и так очень много нужно будет перевязываться материала, а в такую жару он вообще не уходил. Очень большая помощь для нас, спасибо. И не самое вам спасибо, что вы никогда нас не забываете, что вы оказываете помощь. Всем спасибо, что смогу прийти. Это не последний проект. Мы уже в сентябре планеты еще более масштабные, еще более крупные. И очень хотелось бы поблагодарить всех тех, кто принял участие, как в организационной части, так и всех, кто приобретал билеты, пришел, посетил это мероприятие. Надеюсь, все остались довольны. Муфтия Республики Дагестан шейх Ахмад Афанди посетил председатель Духовного управления мусульман Волгоградской области Муслим Суюнов. Встреча проходила в рабочем кабинете шейха. Муфтий Дагестана тепло поприветствовал гостя, который рассказал о просветительской работе, проводимой в регионе. Шейх Ахмад Афанди пожелал председателю Духовного управления мусульман Волгоградской области помощи Всевышнего в дальнейшей работе. Медицинская клиника нейрореабилитации провела бесплатный прием граждан в Махачкале. Обследоваться у лучших специалистов смогли больные со сложными заболеваниями. Главная цель клиники нейрореабилитации – это улучшение здоровья людей, возвращение неврологических пациентов к активной и полноценной жизни. Клиника Медикал Парк является самой широкой сетью клиник по всей Турции. У нас более 31 клиники. У нас также есть свой университет в Истине, при котором есть две исследовательские клиники в Стамбуле. Это позволяет нам полностью кооперированно работать с Всемирной организацией здравоохранения. У нас клиника многопрофильная, международного класса, сертификация GCI. Также хочется отметить, что основные профили нашей деятельности входят нейрохирургия, трансплантация костного мозга, центр трансплантации органов, онкология и кардиоваскулярная хирургия тоже. В основном, конечно, все профили разные, но это основные наши столпы деятельности. В дальнейшем мы будем часто приезжать в Дагестан, в Махачкалу, устраивать такие бесплатные приемы, так как Дагестан — это культурно и религиозно очень близок к Турции. И в дальнейшем мы планируем очень часто и тесно работать с местными докторами, с местными клиниками. Наша основная цель — помочь местному населению. В этот раз мы привезли наших известных специалистов. Это профессор Сердар Баки Альбайрак, он известный нейрохирург. Он первый в мире изобрел специальную иммунотерапию, которая позволяет, очень сижающую иммунотерапию, которая позволяет лечить онкологию очень быстрыми темпами. Наш профессор говорит, что он очень рад приезду именно в эту страну, в этот город. Надеется, он поможет вашим пациентам. Он оперирует пациентов из 25 стран. И вот эта 26 страна, надеюсь, это тоже будет иметь большое будущее наши дети. Также мы привезли нашего доцента, доцента кафедра Токади нашего университета, Умута Явуза, они являются командой с известным специалистом в России, сами Сокюджилом. Пациенты могут проходить реабилитацию в клинике после черепно-мозговых травм, острого нарушения мозгового кровообращения, задержками развития, аутизмом, вегетативными состояниями, нейрохирургических операций, последствий различных заболеваний центральной нервной системы. На самом деле нет, который в Северном Кавказе, аналога даже нет, мы это очень знаем. Называется Кенетрах 7000, вот такое название у него, компьютерное вытягивание. Здесь, знаете, что хочу сказать, кифозы, сколиозы, болевые синдромы, грыжа, все на этом аппарате можно лечить, даже дети, противопоказаний нет. Очень умный аппарат, даже человек больной, когда укладывает, если на его позвоночник, если противопоказания какие-то есть, если на его позвоночник, если нагрузка идет, здесь появляются на этой графе штрихи такие. И иногда даже как сетафор сама останавливает аппарат, когда нагрузку получает. Поэтому самое безопасное вытягивание. Начали работать официально с января 2018 года. Сразу же мы вошли в ОМС при программе ФОМС. И мы принимали целый год круглосуточный дневный стационар по профилям неврологии, ортопедии, травматологии. Но что касается наших больных, в течение года мы приняли очень большое количество. Были у нас очень тяжелые больные. После операции это у нас УНМК, это после инсультно-больные, спинальные больные, грижи, после операции грижи, поясничного отдела, шейного отдела. Наш центр под названием, под логотипом нейрореабилитации, это единственный центр не то, что в республике Дагестан, но даже по Северному Кавказу, который идет именно под этим логотипом и который оказывает именно такие услуги. Аппаратура, имеющаяся в нашем центре, она вообще не имеет аналогов по Северному Кавказу. В нашем центре 30 круглосуточных койк, 30 койк дневного стационара, который может работать в три смены. Дагестан посетила олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Шевченко. Ее визит ознакомительный и связан с ожидаемым приездом в Республику президента Федерации этого вида спорта в России Василия Титова. В столице республики Шевченко побывала в школе высшего спортивного мастерства имени Али Алиева, где с недавних пор открыт зал спортивной гимнастики. Воспитанники этой секции уже выезжают на всероссийские соревнования. Гостя пообщалась с юными гимнастами, поделилась советами и провела небольшой мастер-класс. Прежде всего, это база даже для любых видов спорта, первое. Второе – это здоровье детей, потому что, ну, это как бы, да, укрепляется весь корсет, да, мышечный, и все это важные жизненные моменты. Чтобы вырасти чемпиона, нужно как минимум 10 лет. Как минимум 10 лет, но, ну, мне кажется, вы на правильном пути, и надеюсь, что все получится, даже, ну, очень хочется, чтобы все получилось. Триумфом дагестанских боксеров в подмосковном Раменском завершилась девятая летняя спартакиада учащихся. Эти соревнования сортовали 21 июня и завершились накануне. Награды первенства спаривали более 150 юниоров из 46 регионов России. Воспитанники спортшкол Дагестана были вне конкуренции в четырех весах. Отличились Наби Абдурагимов, Микаил Зайнулабидов, Магомед Мамедов и Ильдар Шахабудинов. Кроме этого, в нашей копилке есть четыре серебряные и три бронзовые медали. Ну и на этом у нас все. Не переключайтесь, смотрите нас в Ютьюбе и в Инстаграм. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова